Здравствуйте! В украинской столице 19.00 о главных новостях к этому часу рассказывают мои коллеги-корреспонденты в студии Максим Малынов. Общественным защитником Владимира Балуха стал архиепископ Климент. Соответствующее ходатайство защиты удовлетворил подконтрольный Кремлю Роздольнинский суд Крыма. Адвокаты считают, украинцу необходима психологическая поддержка Климента. Правозащитники также говорят, что Балуха избили после рассмотрения апелляции. Я теперь могу защищать права Владимира Балуха наравне с адвокатами. Теперь я смогу проведывать Балуха, оказывать ему духовную помощь и поддержку. Он сможет спокойно исповедаться и причаститься. Главная задача – помочь сберечь силы и жизнь Владимира. 14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту Владимиру Балуху. Судья исключил из обвинения пункт охранения боеприпасов. Балуха приговорили к 3 годам и 5 месяцам ареста в колонии-поселении, а также штрафу в размере 175 долларов. 19 марта украинец начал голодовку, протестуя против вынесенного ему приговора. Киев готов передать 20 россиян, содержащихся в украинских тюрьмах, чтобы освободить узников Кремля. Этот вопрос обсудят на заседании трехсторонней контактной группы в Минске 4 апреля. Об этом сообщает Ирина Герасченко, уполномоченная президентом Украины по урегулированию ситуации на Донбассе. Для нас принципиально, чтобы мы могли освободить не только тех, кто остается на оккупированной территории, но и узников Кремля. Украинская сторона готова передать 20 россиян, которые удерживаются в украинских тюрьмах за нарушение законодательства Украины и участие в войне, чтобы освободить Сенцова, Кольченко и других наших узников. Второй основной темой встречи в Минске станет нарушение боевиками пасхального перемирия. Весенний призыв на срочную службу стартовал в Украине. Он продлится до конца мая. Об этом сообщает в Генштабе вооруженных сил Украины. Повестки в армию получают 15 тысяч юношей. Службу будут проходить в вооруженных силах, нацгвардии и пограничных войсках. Больше всего призывников, это полторы тысячи, планируют набрать в Днепропетровской области, ну а минимальное количество 250 на Закарпатье. Ранее в Минобороны заявляли, что военных срочные службы к участию в антитеррористической операции на территории Луганской и Донецкой областей привлекать не будут. Курс обучения военнообязанных стартовал на полигоне возле Житомира. Участвовать в тренировках будут более тысячи резервистов вооруженных сил Украины. Большинство из них служили в зоне проведения антитеррористической операции. Среди них медики, инженеры и преподаватели. Учения продлятся один месяц. Условия как условия. Не так как дома, но тепло и удобно. Нам выдали новую форму. Мы резервисты, повышаем свою квалификацию. Хотелось бы испытать новые виды вооружения. Сейчас военкомат призвал на переподготовку. Я дальше собираюсь подписывать контракт. Наша задача быть всегда готовыми. Обвинение в отношении двух бывших депутатов Верховной Рады Крыма направила в суд прокуратура полуострова. Об этом ЮЭТВ сообщила пресс-секретарь ведомства Татьяна Тихончик. Во время следствия установили, что весной 2014 года депутаты помогали Российской Федерации в аннексии полуострова. Обвиняемым грозит от 12 до 15 лет лишения свободы. Прокуратура активизировала работу по привлечению к ответственности депутатов, участвовавших в аннексии Крыма еще в 2016 году. И в результате на сегодняшний день в суды направили уже 60 обвинительных актов относительно депутатов Верховного Совета Крыма. Им объявили подозрения, но поскольку подозреваемые они явились для дачи показаний, теперь дела против них будет рассматривать суд. Будь заметным, ведь безопасность превыше всего. Министерство внутренних дел и национальная полиция Украины учили школьников безопасному поведению на дорогах и говорили о важности быть заметными для водителей в темное время суток. Что знают о правилах маленькие украинцы и какие подарки подарили им полицейские, расскажет Юлия Крючкова. Как правильно переходить дорогу, где можно ездить на велосипеде и для чего нужен светоотражающий жилет. Полицейские помогают первоклассникам Киевской гимназии биотехнологии изучать правила дорожного движения. Особое внимание полицейские уделили необходимости быть заметными на дороге. Малышам подарили сувениры светоотражающих мишек. Нам рассказывали знаки дорожного поведения, как себя надо вести на дороге и нам подарили светоотражатели, чтобы тебя было видно на дороге и чтобы ты смогла переходить через дорогу. Дети уже понимают, почему важно всегда быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Потому что если их не соблюдать, будет опасно. А когда ты соблюдаешь эти правила, ты можешь не волноваться. Я знаю много знаков. Пешеходный переход, осторожно, дети. И знаю, как себя вести. Полицейские говорят, ответственное поведение на дорогах нужно воспитывать с детства. Сегодня, к сожалению, на дороге травмируется очень много людей. Это происходит потому, что они иногда не знают, как правильно себя вести, особенно в критических ситуациях. Происходят ужасные случаи на пешеходных переходах, потому что ребенок для водителя еще менее заметен, чем взрослый. Поэтому мы хотим использовать современную европейскую практику и сделать ношение светоотражающих элементов обязательным. Акцию проводят в Украине уже во второй раз. В этом году уроки прошли в двух сотнях школ в семи областях страны. Пасха для героев акция под таким названием прошла в Киеве. Родственники погибших героев Небесной сотни, участники революции достоинства и культурные деятели выпекали пасхальный хлеб и раскрашивали яйца. 107 пасок и писанок положат возле мемориала на аллее Героев Небесной сотни по одной для каждого погибшего на Майдане героя. Остальную выпечку волонтеры отвезут воинам на передовую. С молитвой на устах родные герои в Небесной сотне замешивают тесто для пасхального хлеба. Здесь каждый внес свою лепту. Кто-то подливал молоко, кто-то вбивал яйца и добавлял изюм. Тяжелую работу, вымеси тесто до гладкости доверили Евгению Нищуку, нынешнему министру культуры. Во время революции достоинства именно он был голосом Майдана. Тесто я вымешиваю впервые. Это не так легко. Юлия – вдова Героя Небесной сотни Андрея Цепуна. Участника революции достоинства и члена самообороны Майдана убили 20 февраля 2014 года. Тогда их сыну было всего 8 лет. Именно ему Юля хочет подарить свою первую писанку. 40 клинков мужская сила будет сыну, а вторую на аллею – Аллею Героев Небесной сотни – мужу. Адриана – дочь Героя Небесной сотни Андрея Дигдаловича. Специально приехала из Львова в столицу, чтобы принять участие в символической акции и еще раз посетить место гибели отца – Аллею Героев Небесной сотни. Здесь произошли все события, совсем другая атмосфера, другая энергетика, которую мы добавляем в эти писанки и Пасхи. Акцию «Пасха для героев» второй год подряд организовывают сотрудники Музея Героев Небесной сотни. Это мероприятие из нескольких составляющих. Разресу писанку для воинов АТО и погибших на Майдане. Поэтому и называется «Пасха для героев». И для тех героев, которые на небесах, как Небесная сотня. И для тех героев, которые на рубежах нашей Родины. 107 Пасок в субботу планируют возложить мемориалу на Аллее Героев Небесной сотни. По одной – для каждого погибшего за Украину. Там же отслужат молебен. Пасхи мы будем освящать на Аллее Небесной сотни. На месте чествования Героев Небесной сотни возле портретов. К нам приходят священники, освящают Пасхи. Также и писанки, которые мы здесь расписываем. К акции «Пасха для героев» пообещал присоединиться и Львов. Сдобные пасхальные изделия и писанки, изготовленные родственниками Героев Небесной сотни, оттуда отправят в Киев и на Донбасс для защитников Украины. Инесса Занина, Владислав Гапон, ЮЭТВ. Китайская космическая станция «Тяньгун-1» сгорела в атмосфере над Тихим океаном, сообщило Китайское национальное космическое агентство. Она вошла в газовую оболочку Земли в ночь на понедельник. «Тяньгун-1» была первой космической станцией в Китае, которую запустили в 2011 году. Ну а с 2016 года обслуживание станции прекратили и с ней связь утратили. На этом у нас пока все. Наши корреспонденты продолжают следить за событиями в Украине, в мире и, как видите, даже в космосе. Больше новостей, конечно же, на нашем сайте uatv.ua. Через 2 часа в 21 час по киевскому времени подведем итоги сегодняшнего дня. Не переключайте канал и будьте в курсе. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»